МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА «Все, что нужно, это телефон одного из многочисленных мастеров по изготовлению подделок и 750 евро. Посылайте через WhatsApp паспортную фотографию, и они подготавливают фальшивый паспорт». По словам Дорнбаса, имя можно выбрать самому. На изготовление подделки в его случае ушло 40 часов. Беженцы знают, что людям с сирийским паспортом легче получить убежище в ЕС. Об этом недавно заявил руководитель Европейской пограничной службы Фабрис Легири. Поддельные документы, по данным издания, продаются в Турции. Правда, выдать себя за сирийцев людям из других регионов непросто, мешает язык. Даже если они говорят по-арабски, у них, как правило, не тот акцент, отмечает Дивель. Русская служба международного французского радио на своем сайте опубликовала такую новость. 16 сентября французский сенат решил запретить солярий и выступил против худых моделей. Такие предложения были высказаны в рамках реформы здравоохранения. Цитата. От меланомы кожи умирает до 76 человек в год. Также в Сенате обратили внимание на проблемы ненормальной худобы среди молодежи. Около 40 тысяч человек во Франции страдают от анорексии, напомнил правый сенатор Ален Вассель. Нужно внести поправку в закон о том, что врач на рабочем месте должен будет контролировать условия труда моделей, чтобы их здоровью ничто не угрожало. В противном случае доктор может принять любые соответствующие меры. Дебаты начались в понедельник и продолжатся до 2 октября. Голосование назначено на 6 октября, сообщают журналисты. История про техасского мальчика, заподозренного в терроризме, получила счастливый конец, сообщает The Guardian. Барак Обама пригласил ранее задержанного, а потом отпущенного полиции Ахмеда Мухаммеда в Белый дом. Ребенок принес в школу самодельные электронные часы, которые показались администрацией школы, похожими на бомбу. Цитата. «Это очень подозрительное устройство. Мы живем в такое время, когда подобные штуки в школу лучше не носить. Потому что мы уже видели, какие ужасные вещи происходят в стране, и нам нужно всегда быть на чеку», сказал Ларри Бойт, глава департамента полиции Ирвина. Юный американец признался своим изделием, хотел произвести впечатление на одноклассников, но вместо этого впечатлил всю страну. Марк Цукерберг написал на своей странице в Фейсбуке, что хотел бы лично познакомиться с интересующимся техникой подростков. А президент США Барак Обама также в Фейсбуке написал. «Классные часы, Ахмед. Хочешь принести их в Белый дом? Мы должны вдохновлять больше таких детей, как ты, заниматься наукой. Это то, что делает Америку великой». Первый раз в кино. Под таким заголовком вышел фоторепортаж в здании «Эль Паис». Индейцы племени Аруака живут на севере Колумбии в круглых домах с глиняными стенами, соломенными крышами и каменным фундаментом. В этих домиках нет ни водопровода, ни электричества. Реки и ручейки, окружающие территорию их проживания, обеспечивают их необходимым количеством влаги. И в прошлое воскресенье Аруака впервые посмотрели кино. Документальный фильм «Колумбия. Первозданное волшебство». Эмоции от первого в жизни кинопросмотра запечатлены на фотографиях Камила Руссо. Единственные источники света для Аруака – солнце днем и луна ночью. Поэтому огромный светящийся экран стал для них настоящей диковинкой. Показ фильма вызвал у индейцев большое изумление, особенно у детей. Но не только у них. В течение дня взрослые участвовали в подготовке к показу. На всех были традиционные для племени белые одежды. Белый цвет олицетворяет снег гор Сьерра-Нивана де Санта-Марта – святое место для Аруака. А дети, между тем, испуганно смотрели на белый занавес, пытаясь понять, для чего нужны все эти провода, которые путаются под ногами. Они никогда не видели электрооборудование. На просмотр кинофильма пришли около 8 тысяч индейцев Аруака и 47 тысяч, живущих в Колумбии. Место своего проживания они называют сердцем мира. Во время показа фильма индейцы расположились на пластиковых стульях или прямо на каменистой почве. Своё одобрение первым в своей жизни кинопросмотром зрители выразили аплодисментами. Может быть, они не нашли в своём языке подходящих случаю слов. Редактор субтитров А.Семкин